То есть он лишился квартиры, лишился 250 тысяч, и при этом платит ипотеку в банк. Тот, кто пострадал от действий Мартакова или же Васильева, если вы смотрите этот сюжет, обязательно свяжитесь с нами. Я его работник, да. Все, я понял, все хорошо. Просто даже вспомню, мы с тобой когда эти деньги ездили, снимали, я ему звонил, говорил, типа, так и так, что остальную там часть завтра снимет, он меня заставлял ездить даже по другим комбоматам. Кто из них врет, получается? А я не знаю, мне кажется, они уже оба... Они забрались настолько, что кому верить? Жители города Борисогребск, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы этот сюжет максимально распространился. Чтобы люди знали правду, чтобы никто, ни при каких обстоятельствах, не попадал в аналогичные ситуации. Распространите среди друзей, знакомых и близких в максимальном округу лиц. Если вы пострадали от действий Васильева или Мартакова, обязательно пишите в комментариях под этим видео. И если вы до сих пор не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Дорогие друзья, вы сейчас будете просто в шоке. Это история о том, как человека обманули, он лишился квартиры, и при этом на нем есть ипотека. Имея ипотеку, которую он платит, не имея квартиры. Более того, он заплатил после этого за банкротство, он не получил никакой услуги по банкротству и заплатил 250 тысяч. То есть он лишился квартиры, лишился 250 тысяч, и при этом платит ипотеку в банк. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сергей зовут Вавил Сергей Валерьевич. Мы находимся сегодня в Борисоглебске. Да. Что у вас случилось? Расскажите вашу историю. Ну, в 2015 году, то, что я взял, получается, ипотеку, ну, у меня в течение какого-то времени возникли трудности в плане то, что зарплата, работы то, что не было. Ну, я как бы вот обратился к ребятам, которых я знал, грубо говоря, то, что, ну, нормально в этом плане были то, что сказали, что помогут с реализацией квартиры, вот это всех дел. И, получается, дал им документы все полностью, а они в течение какого-то времени, получается, что подделали какие-то документы, что-то заложенные, что-то сделали. Но она в обременении была, так понимаю, подделали именно документы о том, что она не находится в обременении. Да, такие документы были точно. И, получается, что на мне осталась сама квартира. То есть они реализовали вашу квартиру, получили деньги за это? именно так и было и у вас получается осталась ипотека без квартиры вы платите за ипотеку посетили сколько вы уже платите за ипотеку ну я уже плачу получается наверное третий год что ничего не имеем не имея квартиры платите за ипотеку и этот система расскажите что дальше у вас происходило спустя какое время когда пришло то что как будто с пристав системы то что нам не висит большой долг то что как бы квартиру получается не нам не вот это все дела я обратился то что как бы не знал куда деваться взял последний денежки вам говоря и обратился к васильеву то что в мамках сказала то что нормально как раз зовут его василий фамилия знаю вот как зовут его не не помните да вот так его зовут не знаю ну получается здесь оказ юридическую подорезали до васильевка обратились он сказал то что я считанным послал мне к своему сотруднику мартакова дмитрию это что парень как бы занимается умный тип в этом плане с ним работает вместе уже как бы не первое время то что он поможет не все это мы зашли в кабинет мартакова то чтобы который напротив все вместе сели рассказала ситуацию саму то что предоставки дыбыли документы у меня прошло время то что там все хорошо и подумаю у нас в следующий день сам васильев звонит говорит то что приезжаете типа мартаков номер телефона ваш не взял приезжайте он там что-то документе какие-то подготовил все вам все расскажет вы получает с мамкой приезжаем он сказал то что саму банкротство будет стоить 250 тысяч рублей то что как говорится лучше деньги сразу ну и вот обе объяснился ситуацию то что там будет несколько шагов ты лет в течение полугода как бы банкроте с нами не будет никаких долгов ну и получается с мамкой свою машину продал отдал на 50 тысяч своих и у мамки поехал с банка сняли деньги последние мы все это принесли подписали договор это уже с мартаковым да причем получается это на следующий день был мне мамка раз больница было то что попал ну там свои такие годы проблемки были и мы отдали денежки все подписали договор с нему он ты мой он как бы говоря можно сказать потерялся то что после получения денег он перестал звонить перестал счет я и начинаю звонить лишь там раз в неделю раз две недели он мне говорит то что вот документы делаются я типа сделано обращаясь езди туда-сюда ничего не предоставлял грубо говоря то что говорил завтра 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 или на следующий деле в понедельник потом какое-то время прошло он как будет предоставил бы мне бумажку грубо говоря то что как бы у нас июня кредитбанка то что мартаков вам предоставлен документ но я так понимаю это как вы какая-то фотография распечатана он сперва предоставила показал на телефоне то что он ездил как бы воронеж сказал то что вот оказывается у тебя большой есть плюс то что ипотека якобы она все погашено у тебя юни кредитбанку за ипотечную квартиру ничего не должен об этом свидетельствует данный документ да и на фоне его он говорит я буду делать что будем типа судиться то что не надо быть и быть банкротом можно сделаем тебя вот то что в этом плане ну что по этому документу потом выяснилось которым предоставил ну выяснил что на самом деле документ подельник говорят что его как бы и не существует этот документ он как раз то есть ангар фактически ты также должен да но он сказал что вот документ подтверждающий о том что ты банку этому ничего не должен с ипотеку тебя вопрос закрыт да то что на фоне этого документа он съездил воронеж мы с ним съездили воронеж написали заявление то что на шпанку сергей юрьевич в тот момент когда так все было и поднук что кто не обманул в плане документами подстав и заявление ты писал я писал воронеже по факту того что тебя обманули при продаже квартиры правильно понимаем не был отказ в течение причем он был быстро на течение недели он пришел к моему факту продажи квартир был отказ получается по установлению документы были фальшивые на ипотеку то что как вот с этим банком то что типа предоставить чтобы было не я вот это втянут в это то что вот на самом деле кто-то виноват типа я как пострадавшими хотел мне так сделать это понимаю и вновь и фактически пострадали ну и отверстия так и есть то что в этом плане но система получается как то что отказ был как будто по идее вы не должно было быть я письмо это приношу естественно ртакова дмитрию и он не говорит то что все нормально так и должно быть все у нас будет то что какая-то там бумажка галочка стоит что нет как бы откликнулись и все я буду делать после этого на проходит недельки-две и он причем не сам позвонил типа сергей поздравляю тебя у тебя все дела готовых все хорошо через три дня я с тобой свяжусь и документы все как бы эти ознакомлю то что все будет хорошо я уже банк ротом и спишутся все долги и получается я ему звонить начинают на арне на 3 на 4 на 5 день как бы вроде обещал человек и просто телефон недоступен и все выключен потом работа в обращаемся к василию вот я сам не знаю где он вроде как бы был потом что-то на неделе проходит опять к василий мы звоним каш мартакова бесполезно и получает что он ворот вот все документы он забрал все компьютеры все данные стер отходить я вам покажу ну как говоря я не понимаю в чем-то чем-нибудь показывать и на фоне этого то что говорит вот я то есть василий в себя снял всячески в любую ответственность то что как будучи его сотрудник значит осуществил такие мошеннические действия по нашему мнению это все признаки мошеннические точно взял деньги и не оказал никакую абсолютную услугу более того я так понимаю что в городе борисоглебск ни один такой пострадавших от его действий но я слышал да то что заявление написал или там то что хотелось писать около 17 человек в семнадцать человек но у меня по моей информации что многие из них не стали писать боятся чего-то васильева мартакова вам не знаю мне не известно чего не боятся потому что они такие же люди как и я грубо говоря просто я не вижу смысла там чего-то бояться надо наоборот отстаивать свою точку зрения потому что как бы поэтому если кто-то пострадал от действий мартакова или же васильева если вы смотрите этот сюжет обязательно свяжитесь с нами необходимо до конца дожимать эту ситуацию дальнейшем получается что васильев просто как бы сказал обременение то что я не знаю куда он делся это туда-сюда то что я никаких не имею с ним отношений гром говоря он работал сам на себя начал какие-то рассказывать истории то что какой-то друг там его с ним обращался тоже деньги он там занял счетовано выкинув вам варя и как будут таким не намеком сказал то что если не там можем мы вам помочь типа в плане я могу собрать документы что-то начать этот процесс может быть он там вернется может быть что-то с ним случится он еще какие-то деньги попросил это я не буду говорить брать всю сумму ранге это 50 тысяч там на вот эти документы на подготовку я сон 50 тысяч хотел взять для того чтобы банкротство реализовано зачем вы обратили разложить одесса то что этих денег будет недостаточно для проведения этой процедуры банкротства и я так ну как я предполагаю в дальнейшем он мог еще попросить денег с этого просто все начиналось просто он сказал как бы 50000 я возьму потом если что-то какие-то будут проблемы я типу найду эти пар такого встречи с ним и у то что он не будет типа типа долг там что-то отдавать в плане ну конечно мы с мамкой послушали он не захотел брать на себя ответственности решить этот вопрос значит таким образом чтобы вас никак не должно интересовать там их там перипетии их трения значит не захотел он оказать эту услугу безвозмездно нас за своего починенного потому что фактически вы отдали деньги и ничего за это не получили он за подчиненного думаю если он клиента ориентированный так скажем руководитель то он должен был я думаю оказать вам эту услугу и довести все до руководителя в этом плане я думаю тоже да то что я так скажем он и есть руководитель просто если бы он был бы клиента ориентированным то есть за клиента и чтобы лицо свое не потерять потому что фактически они все они вместе работали более того как он тебе сказал что он является это его сотрудник ну да так начально так и вызов фактическая значит васильев его руководитель и как руководитель там что должен взял казал то что изначально он с мамкой когда вот мы пришли он получается привел вот я сейчас в этот момент не могу этим заниматься то что имея сотрудник вот он он прям здесь сидит я не мучается офис был напротив друг друга и табличка было то что 1 вывеска на это же вывеска одна и та же была и вот изначально был так а потом он говорит то что он отдельно сам на себя работал уже когда вот это началось но все мартахов пропал дам он начинал уже включается что он сам на себя и на такие вот эти глупые там рассказы в плане того что ну как бы я его знаю но он не со мной и как бы вот такого плана я на себя его на себя с марта кулом вот созванивались пробовали он трубки так и не брать абонент туда вот как вот и было когда он пропал первоначально когда он пообещал то что будет я ему звоню абонент выключен или не зоне действия сети потом получается я слышу то что как бы учет он там тот его или порезан учет такого прошло время типа в больнице все понимаю но и в итоге все равно он пропал нет трубки ни с кем не связывался и заявление в полицию писали про я писал прокуратуру до заявление получается они в мвд перенаправили направили до вам какой-то был ответ от них не было никакого ответа был единственный раз они вызывали когда участковый был и амут отраска ситуацию с нам все вот они документы он сфотографировал меня напротив офиса вот мы с ним встретились самим участковым делать происходило и говорит то что сейчас я документ собираю и дело пойдет на следователи ну что в течение наверно недели полторы будет делать и больше уже в момент заявления прошло времени больше трех месяцев точно больше не ответов никто ничтами не говорю написал это вот еще раз мы показываем как работает воронежская полиция она вообще не хочет работать даже не удосужились дать ответ хотел сказать клиенту дать ответ заявителю по этому поводу значит сделаем и следующим образом мы сейчас попробуем позвонить мартакову на громкой связи но и зададим вопрос но первый что с деньгами а второй значит как бы с ним встретиться наверное думаю нас первым начнем все таки как с ним встретиться от не стоит за второй уже мы зададим может быть при встрече если получится так звоним ему на тот номер которым раньше общались человек выключил этот номер больше по нему наверное не связывается с ним никто сейчас по другому номера наберем который нам стал тоже известен теперь звоним на его номер к новый алло дмитрий это сергей хотел спросить где можно строить с вами поговорить ну да 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 вот как будто хотелось поговорить узнать что как у нас там сидела обстоят какое свидетельство о смерти какой смерть да 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 а сейчас никак не получится то просто очень срочно нужно а почему вы не понятно а вот в плане наших дел мы будем что-то делать в плане понял а вопросик такой дмитрий а заявление подавали на получается на банкротству все документы через час никогда не получится у нас ничего строить блин ну а сегодня прям очень срочно нужно на самом деле просто на самом деле посмотреть документы все ну как бы говоря под настроение все это нужно сделать потому что сейчас вы не знаю сейчас вы на связь вышли дмитрий а в дальнейшем вы выйдете не выйдете ну вы получается не будете дать сейчас городе ли будет а получается у вас офис там же осталось до 9 был карла маркса там же сергей я там больше не работал понял понял теперь без васильева да вы без всего вот этого понял понял а получается изначально вопросик такой ты работал с васильевым изначально все я понял все я понял хорошо получается ты на васильева до трудился в то время как вот все это изначально начиналось я не знаю просто получается то что мы сперва к васильевым обратились в этом плане он отвел получается меня к тебе и все я понял все хорошо это получается то что деньги вот эти которые мы снимали получается сам васильев все и получал да как будто там непонятно что к чему пошло все я понял да 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 все короче это он получал и все в варианты как бы говоря просто был исполнителю я понял тебя увидимся сергей и смотреть еще до у тебя остались то что эти дома сведения оставлял ну ты меня заставлял только один документ у меня был и хорошо 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 дим все давай все понедельник тогда в любое время как удобно будет не ну я работаю но у меня первый план дня будет свободны все хорошо дим тогда наберу давали давали вообще это просто он подтвердилась работного сила деньги получал васильев потому что он передал мартакова васильев в деньги получал ты представляешь это просто просто разводить конкурент васильева я не знаю вон со мной не работал это все а сейчас вот живут то есть врет получается а я не знаю мне кажется они уже оба не забрались настолько что кому верить сейчас вот я с ним не работаю но до этого я работал на него все деньги получал он пришел к васильеву когда вот я прихожу вот я не знаю он не сам денег должен он там моих этих понаставил денег понабрал и получается что сейчас вот ситуация такая что расхождение известно что но смотри вот в полиции так как-то писал заявление нужно будет идти в отдел полиции писать заявление о том чтобы выдали там по-любому отказной выдали копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела и значит написал заявление но там же в этом же заявление чтобы выдали материал проверки для ознакомления путем фотографирования то есть необходимо будет изучить посмотреть какие объяснения давал значит мартаков по твоим есть вообще его опрашивали и начата узнаем и может быть там еще есть объяснение васильева посмотрим вообще что там содержится но я думаю это уже не в этом сюжете это будет больше но тем не менее это необходимо сделать все хорошо понял ну а сейчас я думаю если нам повезет то мы встретимся и с васильевым мы запишемся под видом клиента моя супруга запишется под видом клиента на к нему на банкротство ну и соответственно посмотрим как он пройдет консультацию а потом мы у него спросим дружно все-таки кто из них врет хорошо и получал ли он деньги все-таки твои деньги от мартакова он же все-таки руководитель ну да теперь мы знаем что он руководитель за на в общем смотрим интересно продолжение да в общем мы нашли объявления значит васильева по банкротству но у нас такая информация что это васильев оказываете услуги сейчас мы будем звонить точнее будет супруга моя звонить и под видом клиента попытается назначить с ним встречу для консультации но и с последующими работами по банкротству да танюш да я готова ты готова ты всегда мне готова тут же этот на авито размещено все так 8 910 738 33 66 легенда следующая у тебя тебе необходимо у тебя около двух миллионов долг плюс ипотечная квартира автокредит тебе тебе необходимы сейчас проблемы и уже вот три месяца просрочки там четыре месяца просрочки хотели бы решить этот вопрос но при этом сохранить квартиру и за счет автомобиль но и списать долги которые вот есть алло 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 да слушай ой здравствуйте я к вам по объявлению звоню на авито увидела что вы занимаетесь банкротством правда хорошо меня татьяна зовут я хотела бы проконсультироваться скажите а с кем я разговариваю вы приходите консультируйтесь а как я могу к вам обращаться я приду к вам на консультацию до увидеть сразу так я поняла но дело в том что у меня вот может быть не стоит приходить на консультацию у меня тут сумма долга около двух миллионов у меня автомобиль значит в автокредите и квартира в ипотеке там правда немного осталось там тысяч шестьсот наверное ипотеки вот я просто не знаю скажите вот как-то обанкротить меня чтобы я не платила банком и чтобы вот сохранить ну вот все что у меня есть квартира и автомобиль это вообще у вас этого ничего не останется получается вы передадите а кому я передам а их нельзя никак сохранить ну вот чтобы квартиру мне осталось и машина но если это единственное жилье то квартиру в принципе обратите в пользу взыскания из торгов вернуть ту часть денег которую вы заплатили а вот покупки другого жилья ага так а с автомобилем что автомобиль ну в принципе тоже самое вам не обязательно если вы какую-то часть заплатились вы не можете платить мы можем в принципе как бы разобраться с банком так чтобы по общему как бы это кого это общей договоренности выясним автомобиль на продажу и поделить эти деньги которые вы заплатили вам вернуться так не надо будет банкротиться конечно подождите у меня же там другие еще долги есть в альфа-банке а скажите а а можно к вам записаться на консультацию она бесплатная ну понятно скажите а можно где-то вот в течение часа я как раз подъеду в город к вам так ага хорошо продиктуйте пожалуйста адрес я еще раз запишу его карла маркса 104 офис 3 так сейчас подождите секундочку я сейчас это помечу а то я тут это еще и за рулем сейчас подождите так к карла маркса а там я сразу найду подожди 104 карла маркса 104 правильно кабинет 3 ага я поняла а так и у кого спросить как все вы единственно хорошо хорошо тогда в течение часа я к вам подъеду спасибо большое да до свидания в общем у меня туда же высветилось когда она говорила васильев станислав то есть у него привязаны знаешь вот эти вот эти маркетинговые штучки значит это он но мы сейчас идем к нему на консультацию но сначала мы заедем к одной из пострадавших насколько я помню от васильева да наверное да мне подсказывают с той стороны да очень мы едем сначала к ней а потом мы едем к нему на консультацию как вы поняли это еще не все это не конец истории а только начало продолжение следует васильев держись наша санта-барбара только начинается жди следующей серии